Европейский союз профинансировал кампанию по поддержке нуждающихся семей, а также молодых людей с ограниченными возможностями с целью смягчения воздействия пандемии COVID-19 в Азербайджане. В рамках кампании при участии ЮНИСЕФ Азербайджан и волонтёров АСАН наборы с основными продуктами питания получили в целом свыше 500 нуждающихся семей. Заместитель генерального директора Департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова в ходе онлайн-брифинга, посвященного влиянию пандемии коронавируса на страны Восточного партнёрства, отметила, что COVID-19 поразил Европу немного ранее своих восточных соседей. При этом Европейские союзы носят свой вклад в борьбу с последствиями пандемии коронавируса и на глобальном уровне, сотрудничая со странами программы «Восточное партнёрство» по трём направлениям. Это гуманитарные и медицинские нужды, поддержка развития медицинской сферы в странах-партнёрах, а также поддержка в противодействии экономическим последствиям пандемии. Посредством наших дипломатов в регионе в этих странах оказывается поддержка в борьбе с коронавирусом. К примеру, в Грузии Европейский союз оказал поддержку производству около 40 тысяч единиц медицинских текстильных изделий. В Украине текстильная фабрика была преобразована в завод по производству медицинских масок, где производится 70 тысяч высококачественных масок. В Азербайджане оказана помощь около 500 малообеспеченным семьям. Они получали продовольственную помощь. В Молдове была оказана поддержка производству антисептического средства для лица. Ранее Евросоюз запустил программу помощи странам-партнёрам в борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями. Катарина Матернова также отметила, что Европейский союз активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. Отметим, что программа «Восточное партнёрство» была запущена Европейским союзом в 2009 году. Её основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами – Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной.